Одна моя знакомая рассказала историю своей жизни. Несколько лет назад она подалась в буддизм. И настоятель по буддизму через месяц обучения позвал ее к себе и говорит, какие у тебя проблемы? Она сказала, я хочу выйти замуж и родить детей. Он подумал, ответил, если ты перепишешь на меня квартиру, то ты завтра выйдешь замуж и через несколько месяцев родишь двойню. Она не поверила ему и ушла. Сейчас она живет счастливо. Мы тоже не верим, но мы пришли в пивной театр Альбир на Героев труда, чтобы убедиться, что Будда бывает добрый, добрый. Почем добро? 2,50, но это если пирожок в подарок, а так гривна. Само добро в самом пирожке, добро всегда в сердце. Пирожок это комплексный обед. У меня в деревне дед один пшено продавал. Проблема в том, что продавал он пшено бабки своей. Она подавилась пшеном. Вот так вот, короче, дед начал добро делать. Я начинаю говорить, на фоне начинает играть группа Воплина Плясова с Олегом Скрипкой, начинает играть песня «Весна». Что мне делать? Скрипка? Она сама, в смысле? Вот скажите, как вы относитесь к буддизму? Позитивно и положительно. Вы верите в то, что действительно, как пропагандируют буддисты, нужно не думать о плохом, не говорить плохие слова, и все будет хорошо? Мы верим в это, потому что мысль материализуется. Каждый день настраиваешь себя на это. Если ваша девушка подалась в буддизм, какие ваши действия? Это же моя девушка. В любом случае, я приму ее, так как она есть. Будь это буддизм или зигаваизм. В любом случае, я люблю ее и буду с ней вместе, ее поддержу. Хорошо. Хорошо, если вдруг она возьмет барабан, возьмет печенье, оденет бусы из цветов и начнет ходить по городу босиком. Это вообще круто. И нужно будет покупать ей дорогую обувь, как обычно. Как они живут, люди, которые занимаются буддизмом, пропагандируют. Ведь они же, по большому счету, ничего не делают, что-то едят, поют и радуются жизни. Вот как там? В принципе, я могу только подозревать, есть несколько способов привести себя в порядок и чувствовать себя хорошо. Но чем это отличается от твоей жизни? Ты же тоже, как бы, поешь, радуешься жизни, собственно, особо ничего не... Такие песни меня не вдохновляют просто. У тебя другой репертуар? Да, естественно. Вот в этой музыке есть ноты? Конечно, есть. Их сколько? Столько же, семь. Это душевные ноты. Что тебя сподвигло иметь вот такой стиль, как действительно у настоящего молодого Будды? Ты знаешь, я ночами иногда медитирую. Перестань ночью медитировать. Женись. Я еще слишком молод для этого. Ну ты же уже медитируешь, как взрослый. Возможно, это немножко компенсирует все. Сублимация, все дела. На этих шикарных инструментах вы можете сыграть что-нибудь современное? Современное – это то, что приходит в моменте сейчас. Это самое современное, потому что до этого все остальное – это история. Давайте тогда смодулируем ситуацию. Ваш парень взял печенье и ходит по городу, бьет в барабан. Что, придется присоединиться к нему? Люблюшь его, парня моего? А что вы ворачиваете? Кто им курица? А еще почему мой дет старый, а молодой? А почему казино закрыли, а старые составы? Я понял мою проблему. Для таких, как ты, давно придумали интернет. Там все есть. А вы по какому поводу пришли втроем без мужчин? Подружки, день рождения. А она замужем? Что вы ей подарили? Деньги. Так интересно, сколько? Мы никому не рассказываем. Больше тысячи? Это секрет. Значит, больше. Если бы вы были законодательницей законов буддизма, из вот трех позиций, не пить спиртное, не ругаться нецензурно, не заниматься сексом, какой бы вы пункт оставили? Убрала бы нецензурно ругаться, оставила бы, наверное, все-таки заниматься сексом. Не продолжайте. Вы ответили на вопрос. Мы все как раз за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!